Так, soulful morning. Здравствуйте всем! Привет всем, девчонки! Сегодня у нас четверг, и мы с вами, как всегда, по четвергам встречаемся и делаем незамысловатые дизайны. Значит, сегодня у нас тема такая очень простая, нежная, осенняя. Значит, мы будем с вами делать дизайны. Значит, в моем задании, в сегодняшнем, мы решили вспомнить о гель-лаках, которые были очень популярны весной и летом, но несмотря даже на то, что сегодня у нас осень, ноябрь, уже скоро декабрь, скоро будем зимние делать варианты дизайна. Я считаю, что эти цвета будут актуальны не только весной и летом. Я думаю, что и сейчас они тоже как бы найдутся любители на эти цвета. Ну и зимой, я думаю, точно так же. Мы где-нибудь, где-нибудь проведем эфир с ними, потому что цвета такие всех времен и народов. Здравствуйте! Здравствуйте! С нами уже девчонки здороваются. Значит, сегодня мы посвятим немножко времечко гель-лакам, которые входят у нас в коллекцию Soulful Morning. Так, здесь замечательных восемь оттенков пастельных. Сейчас мы вот так вот сделаем. Ой, не держится. Что так у нас тут технические неполадки. Ну, ничего, мы сейчас вот так сделаем. Итак, восемь оттенков, да, которые мы посвятим сейчас времечко. Так, я пока вот так в сторону беру, я потом поближе, конечно же, покажу. Так, начинается с 409 номера, 409 номера коллекция. Вот, вспоминаем эти цвета, 409, 400, какой у нас там, 10, 11. Так, сейчас, секундочку, глянь. Всего 8 типсиков, а я что-то во всех мили заблудилась, короче. Так, видимо, где-то я успела. Так, ладно, сейчас посмотрим. Ага, вот нашла. Все. 410, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ага. Итак, у нас получается с вами 8 оттенков, которые входят в коллекцию Soulful Morning. Вот, и именно эти цвета мы сейчас возьмем с вами в основу дизайнов, да. А у нас будет как бы название, там у нас осень с нежными оттенками коллекции гель-лаков Soulful Morning. Значит, на всякий случай, да, пока вот тут девчонки собирались к нам сегодня на прямой эфир, значит, на всякий случай напомню вам о том, что с вами на связи город Ростов-на-Дону, школа Екатерины Мирошниченко, и я инструктор школы Наташка Клюгина. Вот, если вдруг какие-то вопросы есть, даже не по теме, можете задавать, девчат, без проблем. Все, что знаю, все отвечу. Нужно будет сто раз объяснить, значит, объясню сто раз. Итак, значит, оттеночки Soulful Morning и девчат декорации. Какие же декорации, да, можно использовать в осенних дизайнах? Ну, на самом деле, я уже неоднократно их показывала, и мы даже уже делали дизайны с этими декорациями. Это шикарный туманные грезы, вот такой красивый, значит, нейлдресс номер 121. Все это можно купить в онлайн-магазине. Вот, можно приобрести у представителей, да, компаниями в разных городах России, ну, можно через интернет. Итак, осенняя, да, коллекция нейлдрессов, на самом деле, их было совсем немного, влюбленности, их можно использовать вот до последней веточки. И если кто следит за нашими прямыми эфирами, вы, например, вот такие цветочки не использовали. А сегодня я попытаюсь их использовать. Я думаю, что вам понравится. Причем всякие вот эти надписи, вот эти цветочки такие, которые, видите, вот они такие, немножко невзрачные, и мы с ними не делали, поэтому я думаю, что мы как раз сегодня их и задействуем. Это у нас влюбленность, номер 117, нейлдресс. Это слайдеры, девчат. 120-й, мгновение осени. Я думаю, что тыквы все использовали во время, когда делали дизайны и коррекции и покрытие гель-лаками с тыквочками, наверное, в конце октября, да? То сейчас как раз пойдут вот эти все веточки, хорошо, прям вот на один пальчик и так далее. Там грибочки, бабочки, вообще всегда актуальны и называется еще разочек мгновение осени 120-й, нейлдресс. Так, этот мы уже смотрели. Вот этот мой любимый. Я его вдули поперек, со многими коллекциями соединяла, природные композиции, веточки желтенького цвета, вообще шикарно. Я не знаю, мне кажется, вот все коллекции, которые выходили за последнее время, мы со всеми с ними сделали дизайн и везде добавляли эти ветки. Считаю, что, ну, самое универсальное на самом деле. Так, этот мы уже смотрели и вот этот вот вариант, мало времени ему посвятили, поэтому я думаю, что как раз-таки вот прикольно будет сочетаться. Я думаю, что мы сейчас сделаем такой вот вариант дизайна, именно взяв работу у нейлдресс 115-й цветочные портреты. Цветочные портреты. Здесь вот дамочка такая, видите, с листочками. Тут вот девочки с цветочками, даже тут вот маленькие какие-то. Вот тут вот такой мелкий рисунок. Я что-то, вы знаете, как-то думаю, что же это? Типа, не знаю, горшок, не горшок, ваза, не ваза, но в результате рассмотрела, что все-таки это букетик, а это вот тюльпанчик вот такой вот красивый. Да, вот казалось, я думала, птичка подлетает к цветочку. Нет, это тюльпанчик. Маленький, не миатер. И вот я думаю, что мы сегодня посвятим время как раз-таки вот такому нейлдрессу, потому что ну вот как-то у меня он тоже не сразу зашел, и поэтому мы подумаем все-таки, что можно сделать с ним. цветочные портреты. 115 номер. Ну вот, смотрите, да, то есть как бы опять же, как композицию, не обязательно что на всех пальцах это делать, и вот, например, вот в таком вот зелененьком цвете получается прикольно вот смотрится вот с этой дамочкой, видите, здесь видна и листочки здесь видны, да, и какие-то наклеечки, шармикончики. По поводу шармикончиков, конечно же, подойдут любые с надписями, я всегда добавляю их везде, знаете, как вот, как соль, как соль и перец, лавровый листик, так и шармиконы с надписями. Вот такой вот осенний вариант с листочками и надписями. Вот я, знаете, как бы не использовала сейчас их, например, потому что они все равно эффектнее смотрятся на более темных оттенках, а вот, допустим, на этих светлых оттенках, которые очень похожи на, помните, кто вот давно-давно работает, так, на всякий случай, 243-е кленовые листья шармиконы, но здесь еще ценно вот эти вот надписи, всякие прикольные, очень классный вариант, мечтательные фразы, вот видите, тоже тут всякие разные золоты и серебро, черные и белые, очень классные надписи, вот, так, это мы уже посмотрели, вот этот тоже прикольно использовать, тут всякие такие есть моменты свобода, в праздник, мода, хэппи, да, счастье там и так далее, на всякий случай, фразы 170, 179-й, по-моему, номер, может, у кого-то есть, тоже можно использовать, так, и вот такие вот варианты прикольные, вот с колечками, вот эти прикольные, ну, дань моде, да, очень много в интернете, я листала, смотрела, очень много, то есть, кто делает от руки, кто фольгу отпечатывает, ну, вот у нас есть прямо 241-й, вариант шармикона, абстрактные, вот такие вот цепочки, видите, они просто выпуклые, как цепочечка будет лежать, прикольные штучки, дрючки, так, вот этот использовала вариантов в данных дизайнах, 240-й, красота в деталях, опять же, надписи, 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 да, как хорошая приправа, как соль, перец или лаврушка, к любому любимому блюду, так, вот эти тоже варианты прикольно смотрятся, тоже вот из-за того, что надписи, квадраты, вот эти вот всякие разные, оптимизм, 237-й, номер шармикона, прикольно, так, ну и, девчат, на самом деле, как бы, кроме вот этого варианта, да, который мы сегодня будем с вами использовать, нужно взять работу еще один элдресс, который вышел совсем-совсем недавно, вот этот, девчат, я думаю, что вы тоже видели, Екатерина Николаевна Мирошниченко уже показывала в своих прямых эфирах тоже варианты с этими дизайнами, ну, с этими декорациями, на самом деле, самое простое, просто прилепить посреди ноготочка, перекрыть топом, причем можно перекрыть матовым топом, а часть, которая с фольгой, выделить глянцевым топом, тоже прикольно получается, вот, поэтому, как бы, мы попытаемся задействовать этот вариант тоже, и так, ну, и пока я тут готовилась к прямому эфиру и делала варианты, придумывала, вышел еще один элдрессик, тоже вот с такими вот разводами, квадратами, прикольно будет сочетать с надписями тоже, ну, вы знаете, вот каждый раз смотришь на элдресс, он как самодостаточный какой-то уже, то есть уже ничего к нему не надо, ну, максимум можно какую-то рамочку придумать, надпись прилепить, то есть как бы максимум, то есть получается, это у нас новый элдресс, мрамор и золото, видите, в таких красивых оттенках, золотых, персик какой-то такой, с розовинкой, персик, золото, немножко темный какой-то такой оттенок, так, ну, с ними мы еще не делали, я думаю, что у нас еще все впереди, если вдруг вы приобретете и не придумаете что-то сами, хотя самое простое, прилепить просто посреди одного ноготочка и все, и с каким-нибудь надписью посочетать, мрамор и золото, 116, ну, а сегодня, я повторюсь, мы возьмем с вами вот этот цветной дым, так и называется, цветной дым номер 118 и 115 цветочный портрет, так, ну, все, давайте, поехали потихонечку, так, значит, давайте посвятим времечко как раз таки цветочным портретам, значит, предлагаю, ну, конечно же, какой-нибудь сразу мы, да, замутим какой-нибудь с барышней, с портретом и так далее, значит, смотрите, девчат, я сейчас подняла голову, здравствуйте, здравствуйте, с нами поздоровались, да, Виолетта, здравствуйте, первый ряд, первая типса, это градиент, верхний ряд, значит, смотрите, Виолетта, да, на самом деле градиент, но это такой самый простой градиент, который только возможно быть, мы возьмем с вами за основу белый цвет, белый гель-лат, 001, 001, вот оно, белый рафинад, пузыречек надо вытереть, так, и на просушенную базу, на хорошо просушенную базу, мы наносим с вами белую основу, значит, базу, когда высыхает, девчат, просыхает база, да, напрямую на дисперсионный слой, мы не рекомендуем вытирать липкость, чтобы было хорошее сцепление, либо, если вы вытираете липкий слой, и покрытие на ваших клиентах, как бы держится, стоят все нормально, без проблем, можете вытирать, но мы, как бы, не особо рекомендуем это делать, то есть, грубо говоря, процент вероятности сколов, может увеличиваться, увеличится за счет того, что не будет дисперсионной пленки, вот, поэтому, значит, белый лотос мы возьмем с вами в основу, как видите, да, то есть, мы не будем делать сразу градиент, а именно, будем потом добавлять второй цвет сверху просто, и так, все, белая основа у нас есть, я постаралась так выровнять прям белым цветом, для того, чтобы второй слой просто не наносить, вот, поэтому мы лучше просушим один разочек, так, и кисточка нам потребуется, конечно же, для градиента, хотя это у нас будет такой, знаете, очень самый простой вариант, сейчас пока подняла голову, и сразу написала нам, вот, Ирина, у меня белый лотос, одни пузыри дают, Ирин, вы попробуйте кисточку, достаньте, промойте саму кисть, вот прям не бойтесь, возьмите каплю обезжиривателя, промойте кисточку, хорошо вытрите кисточку, и обратно вставьте в пузырек, я уверена, что проблемы из-за кисточки, вот, поэтому, как бы промойте кисть, и полностью чистенько, вставьте ее обратно, в пузырек, так, значит, кисточку перед началом работы, девчат, мы с вами, я, по крайней мере, и мы рекомендуем смочить в каком-нибудь прозрачном гель-лаке, но самый простой вариант, это, конечно же, и самый лучший, это, конечно же, база, база, и вот кисточку, например, берете, капельку, вот так вот, в капельке базы, аккуратненько промываете с одной стороны, и с другой стороны, видно, вот такая муть вылазит из кисточки, я ее просто положила в пенал, прям с гелем цветным, ничего страшного, и теперь вот в капельке базы все промыла, безворсовая салфеточка, я думаю, что у каждого мастера в работе есть безворсовая салфеточка, вытираем кисточку, все, и кисточка готова к работе, к работе, так, ну, мы с вами делаем ленивый градиент, так, давайте, значит, я возьму из коллекции Soul Folk Morning, Soul Folk Morning, как по-английски сказать, так топ, ну, да, и берем, девчат, совсем чуть-чуть, и так, ленивый градиент, такой, знаете, чтобы прям вот, ленивый-ленивый, аккуратненько берем, и наносим примерно на 1 четвертую часть, ногтевой пластины, Ирина спрашивает, я опять голову поднимаю, так, у меня белый, так, мы уже сказали, градиент с акрилой пудрой, нет, без акриловой пудры, еще вот это вот, меньше заморочек, смотрите, аккуратненько, вот прямо по просушенному белому гель-лаку, аккуратненько, последовательно, аккуратненько растягиваю, вот такой вот светленький, зелененький, и свожу практически на нет, наверное, пройдусь еще разочек, тут вот у меня какой-то мусорочек остался, с кисточки, с салфеточки, просто потому, что кто-то не пользуется, не буду показывать пальцем кто, я просто взяла салфетку обыкновенную, вытерла кисточку, так, аккуратненько, аккуратненько, стягиваем на нет, и просушиваем, ленивый градиент, обзовем это, без акриловой пудры, чтобы было побыстрее, ничего не сыпать, и так далее, я, кстати, вы знаете, вот кто следит, допустим, за прямыми эфирами, а я вот никогда, например, акриловую пудру не употребляю в пищу, не знаю, всегда без нее, просто смешиваю границу между, а мы еще с вами сделаем какой-нибудь там розово-голубь, или розово-персиковый, непринципиально важно, если хочется, чтобы цвет был поинтенсивнее, девчат, можно взять и добавить еще чуть-чуть, капельку-капельку, практически полусухой кисточкой, чтобы не увеличивать толщину, естественно, да, ногтевой пластины, и опять же, аккуратненько натянуть, как будто бы зелененький на беленький, все, достаточно, даже дальше больше не пойду, все, вот, общая, общая, такое, знаете, ощущение, что все плавно, причем, знаете, как бы вот белый цвет будет очень легко сочетаться с любыми из оттенков вот этой коллекции, кто помнит, есть у нас, наверное, мастера, может кто-нибудь там махнет рукой или поставит плюсик, те, кто давно-давно, как бы работают с материалами Эми, должны помнить, были такие гелевые краски пастель звенит, их было 10 оттенков, они так интересно назывались, там всякая сладкая вата, там, я и забыла, вот, видите, значит, там всякие вот эти вот моменты, потом очень долгое время, у нас же не было гель-лаков, а мы пользовались именно гелевыми красками, и, значит, коллекция называлась пастель звенит, мы между собой тут смеялись все время, пастель звенит, диван скрипит, и хохотали, и запоминали названия вот этих всех гелевых коллекций, которые выходили в работу, а потом со временем вышли гель-лаки уже, и именно такие же цвета, как были пастель звенит, и, знаете, была такая прям ностальгия такая, что вот классно, блин, что вот надо же, все идет вперед, а цвета, и те же самые вот эти наши вкусы, все остаются, но пастель звенит очень долго продавалась, они были, эти гелевые краски были лидером продаж, на самом деле, то есть как бы очень долго мастера пользовались, я думаю, что даже у кого-нибудь мастеров еще и валяются эти красочки, вот, так что, короче, было дело, и вот, как бы, салфолк мунинг, это на самом деле, как бы вот, напоминание вот этого всего, то есть немножечко, где-то плотность увеличили, немножко оттенки поменялись, но по большому счету, это вот те же цвета, которые были в свое время в коллекции гелевых красок, покажите, пожалуйста, свои ногти, о боже, так, вот так, да, покажу, вот так, боком, как еще показать, всегда миндаль, всегда примерно одна и та же длина, и всегда, всегда черный френч, так, она спрашивает, а новогодняя коллекция гирлака вышла, да, Любочка вышла, да, уже есть в продаже, красивые, светоотражающие цвета, очень нежненькие, очень хорошенькие, ну, я думаю, что мы будем неоднократно проводить с ними прямые эфиры, так, ну что, а мы с вами давайте, значит, будем работать, и возьму я как раз-таки в работу коллекцию вот этих вот нейлдрессики, которые цветочные портреты, девчат, ну, у меня уже есть разрезанный, поэтому я вот просто вам покажу, как он выглядит целиком, а сама, конечно же, возьму варианты отсюда, так, и пока буду вырезать, что-то я сегодня такая ударилась в воспоминания, без опила, спасибо, так, Ирина спрашивает, без опила или нет, нет, с опилом, с опилом, и я сама себе не делаю, я не умею делать левой рукой на правой, от слова совсем, если еще правой рукой я могу починить ногти налево, если вдруг мне нужно срочно умарочено, то левой рукой не получается, это очень долго, нудно, противно, и, короче, поэтому хожу к одному и тому же мастеру, уже 17 лет, зовут ее Наташа Ганова, работает она на Лермонтовской 53, это, ну, VIP топ мастер, потому что считаю, что она, она реально крутая, она реально делает красиво, классно, но все равно с опилом, потому что запечатываем, потому что укрепляем, вот, потому что у меня ногтевая ложа очень маленькая, а свободный край очень довольно-таки длинненький, поэтому хочется, так, здесь у меня есть в рояль в кустах салфеточка, вот видите, дамочка такая с листочками, портрет дамочки, так, предлагаю сюда же добавить, естественно, листиков каких-нибудь еще, чтобы нам продолжить такую композицию из листочков, так, давайте вот эти вот отдельные листики, так, 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 и, не знаю, давайте, может быть, еще какой-нибудь, сейчас посмотрим, может быть, добавим еще одиноко висячий какой-нибудь листик, не уверена, но приготовлю, по крайней мере, тем более, что мы же с вами делаем дизайн одного ногтя, не надо делать, да, на всех абсолютно, ни к чему, так, ну, шармикончик мы выберем потом по поводу, по ходу пьесы, предлагаю что-нибудь, опять же, да, с какими-нибудь словами, вот, потому что это очень хорошо украшает любой дизайн, пусть пока лежит здесь, так, это здесь, и давайте сюда же добавим варианты вот этого цветочного воды, мы сейчас посмотрим, я тоже просто уже делала же варианты с ним, можно на самом деле еще и это добавить, знаете, масло масляное, конечно, вы мне можете сказать, ну, а почему бы и нет, все лучше и сразу, почему бы и нет, хотя вы знаете, вот смотрите, я уже в принципе делала, вот смотрите, вот тут вот сверху добавляла, видите, вот она там блестит под этим, можем сейчас не добавлять на самом деле, ничего страшного не случится, так, ну что, поехали, значит, можно будет потом еще добавить в работу какой-нибудь гирлочок с крапушками, я думаю, может быть у кого-то есть столб с крапушками, а я вот часто пользуюсь 317 номер гирлака, который уже давно вышел, вот видите, вот с крапинками такими получается, как перепеленное яичко, то есть можно добавить сюда, так, ну это мы добавим после того, как мы приклеим все слайдеры, итак, девчат, поехали, а может быть возьмем еще и шермикончик какой-нибудь сюда бахнем, а давайте, давайте пусть блестит на заднем плане, почему бы и нет, если шермикончик мне надо прикрепить, то я думаю, что все знают, что нужно добавить топ-те-класс, нам тут немножко нам написали, что пора уже снежинки, Ирина пишет, я согласна, Ирин, но еще все-таки, знаете, давайте не будем торопить время, я считаю, что ноябрь месяц, вот сейчас начало ноября, еще успеете сделать кому-нибудь коррекцию такую с листиками, а потом уже начнете в конце ноября, начале декабря делать ногти уже со снежинками, на самом деле, девчата, у меня еще до сих пор около дома цветут розы, мне так нравится, я день до через день фотографирую, их выставляю там где-нибудь в статусе в WhatsApp, вот поэтому как бы у нас вот сегодня хоть и дождик, но все равно на улице очень тепло, поэтому мы вот продолжаем тему, какую тему, тему немножко листиков осени и так далее, все-таки еще есть время до декабря, не торопите, не торопитесь жить, успеете, мне кажется, так оно быстро улетает, это время, особенно, знаете, когда появляются внуки, ты смотришь на них, думаешь, о боже, уже старшему внуку 5 лет, 5, ведь он же скоро пойдет в школу, но ведь он же внук, это же как-то незаконно даже, я бы сказала, потому что в душе где-то, глубоко в душе где-то еще 25 как минимум времени, ну в смысле возраст, возраст я имею в виду, души, души, кажется, что тебе еще 25, еще все впереди, а почему-то твоему внуку уже 5, причем старшему, у тебя в принципе уже много внуков, и большой скоро пойдет в школу, офигеть можно, так, я убралась с экрана, девчат, сейчас секундочку, я шермикон пытаюсь прилепить, он ко мне прилип, и я его пытаюсь отлепить, все, ну давайте вот так, на задний план, да, эх, у меня тут вот немножко авария произошла, сейчас я эту аварию все-таки уберу, потому что ничего страшного, тут не будет особо видно, она завернулась, я пока просто заболталась, снимала, ничего страшного, пусть будет вот так, на задний план, просто для красоты, так, значит, снежинки присоединяются, так, я уже драконов набрала разных, и слайдеры, и кольцо для фото, заказала календари, магниты, а то потом опять не успею, да, и на самом деле классно, конечно же, я думаю, что все, кто занимается этими делами, новогодними, все готовятся, конечно же, и цвета закупают, и так далее, так, девчат, ну чтобы, цвета гель-лаков, я имею ввиду, значит, чтобы прикрепить слайдеры, девчат, к поверхности, конечно же, мы пользуемся либо слайдер-топом, либо базой, ну кому чем удобно, у нас есть просто слайдер-топ, зачем мне долго мучиться, вот, а вообще, просто нужна хорошая липкость, у слайдер-топа у нашего шикарный дисперсионный слой, кто знает, кто знаком со слайдер-топом, девчат, если вы его минуту просушите, на эту поверхность шикарно отпечатывается фольга, и матовая, и голографическая, и металлик, вот, очень хорошо втираются пыли разных размеров, классно делать втирки, знаете, как бы вот эти мелкие всякие там пыли, голографические, металлические, такие мелкие-мелкие, вот, поэтому как бы слайдер-топ мы, конечно, используем как технический гель, постоянно, вот, поэтому, я думаю, что, если вы не пробовали, попробуйте, мне когда спрашивают, чем можно заменить, я такая все время думаю, зачем заменять, один флакон купил, и пользуюсь всю сознательную свою жизнь, ну, не всю, конечно, на пол жизни хватит, потом еще один флакончик купить, так, ну что, давайте вот так сюда, дамочку, теперь нужно решить, листики мы прикрепим, например, снизу прикроем дамочку, или сверху, на самом деле, как бы, мне почему-то больше хочется сверху, и если у моей, второй слайдер попадает на предыдущий, девчат, не обязательно снова наносить, слайдер топ или базу, можно просто, мы же с вами, вот эту дамочку сейчас просушим, процесс полимеризации продолжится, и нанесем сразу ультрабонд, ультрабонд или праймер, для того, чтобы было сцепление, потому что сам слайдер не имеет никакой липкости, и вот как раз таки сейчас, я возьму и прикреплю, вот сюда, вот листики, вот так, наверх, ну и снизу, я же еще один там вырезала, мне просто, чтобы прикрыть то место, где такое неловкое, такой, знаете, по обрыв получился, если бы ноготочек был короткий, то, конечно бы, этой дырки не было бы, а так как у нас ноготочек длинненький, то прям так и хочется чем-то, вот это местечко прикрыть, вот так, так, ну, с помощью того же праймера или ультрабонда, можно взять и убрать излишки пленочки, очень хорошо плавит, и заодно и обрабатывает, смотрите аккуратно, не делайте повторных движений, чтобы не было, ну, чтобы пленка не расплылась, чтобы рисунок не расплылся, да, и так далее, так, вот тут покажите название этого топа для слайдеров, ага, покажу, пожалуйста, название, значит, это так, слайдер топ, слайдер топ, видите, слайдер, топ, слайдер, да, мы его не используем как верхнее покрытие, девчата, это у нас технический гель, который мы именно наносим где-то в промежуточных этапах, прекрасно прикрепляются слайдеры на него, прекрасно им закреплять слайдер, шикарно, через минуту, услышите меня и запомните, и одну минуту сушите, шикарно отпечатывается фольга, классно делается втирки тоже через минуту, такой гель технический, он, мы его не используем как верхнее покрытие, потому что он очень быстро, ну, знаете, как бы не блестит быстро, в ноже есть там Teclas, Ultrashine, есть ряд новых топов, вот, а слайдер топ, хоть он и называется топ, но мы его используем только как промежуточный этап, так, все, поехали дальше, теперь, он не желтит, ага, Ирин, на самом деле, как бы, он и был придуман, потому что, если помните, раньше слайдеры прикрепляли на белый фон, и когда базой перекрывали для хорошего сцепления, база, она желтела, ну, вот именно давала желтизну, но и кипель на белом фоне, поэтому мы и уходили от этого, то есть, Екатерина Николаевна Мирошниченко, дай бог ей здоровья, придумала именно вот такую формулу, то есть, это соединили в лаборатории здесь, в Эйме, значит, смешали лак с гелем, и именно получили такую форму, которая не желтит, вот она на любых, на любых цветах не желтит, так, возьму какой-нибудь гель-лочок с крапушками, крапушки мне нравится вот так аккуратно где-то добавить, немножко какую-то загадочность, что ли, придают, есть такие топы, да, со всякими такими вот мелкими вкраплениями, но у нас вот гель-лочок я нашла, чуть-чуть сверху, так, просушу, да-да, да-да, базой давно не закрепляю, жутко желтит, да, вот, и у нас то же самое, ну, то есть, уже очень долгое время назад, именно, чтобы уйти от этого, искали такую формулу геля, которая не давала бы желтизну в работе со слайдерами, так как у нас все равно очень большая линейка слайдеров выпускается в компании, естественно, ну, искали такой закрепитель, чтобы не желтило, и поэтому, как бы, вот слайдер топ, он не дает желтизны, Ирина еще, жидкий, да, спрашивает, да, конечно, жидкий, обыкновенный гель, да, абсолютно, ну, вот, он даже, знаете, как бы, вот, если все гель-лаки, допустим, топы, базы открыть, понюхать, вот, они пахнут, как вот, химией, да, какой-то, то есть, есть запахи отвратительные, а есть вообще отвратительные, так вот, слайдер топ, если вы понюхаете, он пахнет лаком, как лак, есть же вот у нас лакоманы, которые вот открываешь лачок, он пахнет и нравится, вот, поэтому, как бы, слайдер топ, он именно пахнет, как лак, так, ну, что, если я хочу прикрепить какую-нибудь наклеечку с какой-нибудь надписью, можно топиком без остаточной липкости каким-нибудь тонким-тонким слоем мазнуть, но заодно и закрепятся слайдеры, которые мы с вами закрепили на поверхности, да, и возьму какую-нибудь надпись, единственное, нужно определиться только, какую я хочу, черную или золотую, вы здесь, смотрите, я прикрепляла, например, золотую, видно, вот такую, золотинка, а вот здесь, на соседнем, черненькую, да, на ВВ есть, я думаю, что да, есть, Ирина, потому что во все кинозоне, на Валберсе, я думаю, что работает компания с этими площадками, я думаю, что есть, так, 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 а я тем временем, смотрю, что бы мне тут подошло, ну, в принципе, черная подойдет, и золотинка тоже подойдет, на самом деле, мне все равно, если честно, давайте, не знаю, знаете, мне все равно, но елки-маталки, какую же надпись сюда прилепить, на самом деле, можно и не лепить, но мы же пытаемся, как положено в городе Ростове-на-Дону, да, мы каждую встречу говорим, все лучшее и сразу, чтобы было дорого-богато, оно вроде бы ненавязчиво, но и в то же время будет, так, на ВБ, вот, привет, привет, прикольно, я на Озоне заказывала, заказывала, и я на Озоне, ну, вот видите, как бы на Озоне, значит, есть девчата, так, все прикрепили, я предлагаю, конечно же, закрыть, ну, закрыть можно и ультрашайном, да, например, и текласом, или любым другим топом, которым вы работаете, я даже сейчас не буду особо никому ничего навязывать, потому что все разными топами пользуются, абсолютно, соединяясь с разными материалами от разных компаний, от разных фирм, можно матовым топом закрыть, единственное, только матовый топ, может быть, тогда не стоило сильно завязываться на золотых дополняшках здесь, потому что матовый же топ все равно, как бы, приглушает, да, вот этот вот блеск наших золотых шермиконов, поэтому, так, аккуратненько, тоненький слой, все, закрыли, и просушили, и просушили, так, ну, и мы сюда добавим, конечно же, девчата, это так, чисто, видите, композиция, просто на белый фон натянули сверху зелененький, те же крабушки, те же листики, и получается целая композиция, да, можно составить, вот, и не обязательно делать это, как здесь, правильно же, то есть можно ограничиться только одним пальчиком каждый раз, вот, поэтому столько вот вариантов можно придумать, например, с этими картинками, надписи не перекрываете еще слоем топа, нет, обязательно перекрываете, я же уже покрыла, я только что сказала, что, конечно же, в конце вы покрываете ноготочек любым топом, которым вы работаете, то есть, конечно же, все вот эти моменты, и слайдеры, и наклеечки, оно все должно остаться под топом, даже можно, в принципе, вот шармикончики от компании Эми, можно клеить и на лак, но только единственное, что лак нужен, конечно, хорошо высохнуть, правильно, высыхает лак, приклеиваете наклейку, закрываете прозрачным лаком, то же самое и здесь, поэтому обязательно, конечно, перекрываем, так, этот вариант у нас готов, вот сюда его, раз, к нашей барышне, подружку еще одну делаем, ой, ну вот, хотела быстро прикрепить, а в перчатках, как обезьяна с гранатой, получается, сейчас, девчата, прикрепляем, и просто, чтобы у вас варианты были, да, можно вот так, например, да, на двух пальчиках сделать, остальные просто покрыть зелененьким, или беленьким, так, ну вот такой вариант, давайте сделаем с дымом, вот такой вариант мы не успеем сделать, я тогда просто напихала, девчат, мазнула один там квадратик одного цвета, на белый фон, второй квадратик, третий, это стемпинг, стемпинг, пластина номер, по-моему, 13, если мне не изменяет память, да, вот такие вот, как листочки, видите, имитация тоже, как осенний вариант, а здесь стемпинг тоже сделала с помощью слайдер-топа, кстати, слайдер-топом, то есть получается, любое цветное покрытие вы закрываете топом безостаточной липкости, забафили поверхность, и потом, например, я отпечатывала рисунок с помощью слайдер-топа, сушила одну минутку, и потом втирала пигмент, тоже прикольно, видите, эти тема такая получается, вот, и фон такой, в заднем плане золотистый, это не что иное, как с помощью стемпинга, слайдер-топ отпечатывали, то есть прямо отпечатывала слайдер-топ, вот, значит, сделаем вариант с цветным дымом, да, и с цветочками, которые мы ни разу не употребляли, да, в работу, значит, давайте какой-нибудь такой, не знаю, можно как раз-таки сделать градиент, градиент, так, сейчас, девчат, типсик возьмем, давайте я не делаю, например, желтенький с розовым возьму, потому, потому что на самом деле нам все равно, на просушенную базу мы с вами делаем градиент цвета из коллекции Soul Fork Morning, значит, очень классно сочетаются друг с дружком, цвета довольно-таки плотные, я вот начала говорить, я вот начала говорить, так, Ирина нам тут сделала комплимент, ленивый градиент классно смотрится, возьму на заметку, не, правда, на самом деле, а давайте теперь не ленивый сделаем градиент, примерно там одна третья часть, одна четвертая часть будет верхний цвет, и примерно две третьих или три четвертых части, скажем, нижний цвет, да, давайте вот так, теперь не ленивый сделаем, так, и первое, что девчат, сделаю, конечно же, салфеточку рядышком с собой положу, тут вот, 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 так, и классная коллекция, почти все цвета в один слой, да, на самом деле, согласна абсолютно, подписываюсь под каждым словом, которое Танюша нам тут говорит, так, и мы с вами смешиваем два цвета между собой, что я делаю, я просто примерно вот так, аккуратно все движения сверху вниз, сверху вниз, девчат, смешала по границе, то есть получается верхний цвет, смешанный цвет и нижний цвет, тоже, опять же, без акрила, без ничего, без акриловой пудры имею в виду, мне такой немножко потрудиться, да, надо было, будет чуть-чуть, и так, стягиваем, да, то есть получается, грубо говоря, верхний цвет, натягиваем на нижний цвет, я обычно девчонкам в классе говорю, туда-обратно, чуть ниже, туда-обратно, чуть ниже, все, аккуратненько смешали, самое главное, в любом случае, все градиенты, все покрытия мы всегда делаем в два слоя, в два тонких слоя, поэтому вот первый слой, он, конечно же, во время смешивания двух цветов прямо на поверхности ногтевой пластины, конечно же, слой становится очень тонким, вот, и поэтому, как бы, такой же второй истонченный слой абсолютно не помешает, а наоборот, сделает цветное покрытие более плотным, так, просушиваем, просушиваем, и после того, как вы просушите гирлак в течение 30 секунд, мы делаем с вами второй слой, так, и давайте возьмем же с вами, естественно, так, какой мы с вами возьмем, давайте вот этот розовенький кусочек цветного дыма, так, я пока подготовлю, положу его вот сюда в салфеточку, так, теперь мы с вами пообещали слезно друг другу взять те цветочки, которые мы не использовали ни в одном прямом эфире, я возьму вот эту коллекцию, которая влюбленность, да, тоже вот эти цветочки, видите, вот эти вот прикольные, вот мы их сейчас и используем, так, и, и, и что нам еще можно взять, какую-нибудь, опять же, надпись, либо мы можем ее просто взять в виде шармиконов, либо в виде того же слайдера, ничего страшного не случится, как бы нам поступить, что-то я не знаю, как мне поступить, ну, ладно, по крайней мере, приготовим, а там будет видно, хорошо, посмотрим, как он у нас пойдет, я хочу, вот тут вот тоже с золотинкой, мне нравится, я как-то сорока, знаете, которая нравится, когда все что-нибудь где-то там подблескивает на заднем плане, на самом деле, делая вот такие вот мастер-классы, преследую девчат, цель, чтобы вот, самая большая проблема, это обычно, знаете, какая бывает, вроде купил, пользуешься, пользуешься, значит, слайдерами, потом все равно какие-нибудь доваляются, поэтому пытаюсь из всех обрезков, которые у меня остались после того, как я делала варианты дизайна, видите, уже осталось совсем чуть-чуть дорезать уже, доиспользовать до самого конца, так, аккуратненько, все это дело приготовили, так, а тем временем мы с вами, конечно же, должны сделать второй слой, и опять же, я возвращаюсь к цветам, это 414 номер, так, девчонки, тут вот Ирина спрашивает, артикул Текласс Топа на Озоне есть? Девчата, менеджеры, кто-то нас смотрит, слушает, может быть, вы подскажете артикул Топа Текласс на Озоне? Кстати, вот по поводу Текласса, вот мы сейчас слайдер Топ, слайдер Топ, как бы очень хороший, на самом деле у нас две рабочих лошадки, во всех дизайнах мы в основном работаем с двумя Топами, это Топ, слайдер Топ, да, и Текласс, Топ безостаточной липкости, вот, значит, Топ безостаточной липкости Текласс, он может быть как промежуточным этапом, так и завершающим покрытием, причем, очень многие пользуются, вот, поэтому, тоже, если вдруг не знаете, попробуйте, прикольный Топ, и вот все наклейки, наклейки, ну, вот у нас они называются Шармиконы, да, такое немножко специфическое название, вот, значит, Шармикончики, наклеечки, они, мы приклеиваем, обязательно рекомендуем приклеивать на Топ безостаточной липкости, мы не вытираем дисперсию, да, мы все-таки добавляем в работу Топ Текласс, и вот Шармиконы на Топ Текласс клеятся прям как намагниченные, они прям созданы друг для друга, если хорошо приклеить, хорошо нажать, придавить Шармикончик поверхности просушенного Текласса, потом даже невозможно его оторвать, вот, поэтому ничего потом не слазит, не облазит и так далее, понятно, что надо следить, чтобы не выглядывал Шармикон, там, за пределы ногтевой пластины, там, и так далее, да, то есть, как бы, чтобы не торчал со стороны торца, потому что, как только торца сотрется, естественно, и Шармикон начнет вылазить, полезет, да, вместе со слоем гель-лака, который лежит сверху, вот, поэтому, конечно же, все нужно делать аккуратненько, просушивая, убирая все лишнее, и так далее, так, девчат, второй слой мы сделали, просушили, ну, и теперь берем слайдеры, да, еще раз повторюсь, вот такие вот, разводы, цветной дым, знаете, вот, много же в интернете вот этого всего, когда набирают на кисточку 35 оттенков, и я так делала в прямом эфире, когда набирают на кисть несколько оттенков гель-лака, и, значит, делают такую вот, ну, размазню кистью-миссию на поверхности, ну, в виде камня, да, какого-то получается, разводы такие, ну, а если, например, не получается, почему бы не взять уже прям готовые вот такие разводы из разноцветных вот таких вот красочек и прилепить, прикольно, а еще же, говорю, прикольно, когда прилепил прям посередине, рядышком какую-нибудь надпись, матовым топом закрыли весь ноготь, а выделили глянцем только ту часть, которая фольгирована, вот эта фольгирована-зафольгирована, и получается очень кайфово. Так, ну, а мы тем временем с вами, девчат, наносим еще разочек, да, так как работаем со слайдерами, слайдер топ, слайдер топ, очень-очень тонкий слой, сушу 10-15 секунд, потом буду досушивать. Я здесь, знаете, сейчас что сделаю, маленький уголочек отрежу, цветочка, под прямым углом, чтобы, сейчас я вам покажу, надо было сразу обрезать. Вот, смотрите, вырезала маленький уголочек у цветочка, видно? Прикольно будет. Виснет от лайков, от лайков виснет. Это же, наверное, как бы, хорошо, когда много лайков, да? А вот, значит, прикрепляем, закрепляем, да, собираем наш конструктор, дизайн-конструктор. Все время вспоминаю в моей памяти, кто придумал такое название, дизайн-конструктор. Мне кажется, что это Оксана Панкова из города Нальчик, Кабардино-Балкария, да? Вот она придумала вот такое понятие, как дизайн-конструктор. То есть, собираем конструктор из разных запчастей. Вот детки собирают. Так, у меня сейчас цветочек сюда будет заходить немножко на хвосте предыдущего слайдера, поэтому мне нужно сейчас, девчат, возьму праймер или ультрабонт обязательно, да? Так, сейчас, о, видите, уже начала торопиться. Значит, слайдер прикрепила, подсушила буквально несколько секундочек, потому что процесс полимеризации продолжается. Вот, слушайте, к нам присоединилась Анастасия Амжельская, прекраснейшая девушка, я думаю, что это она, Настя, не знаю, там, улыбнись мне, из города Красноярска, вот, просто талантливейший человек, причем не только в ногтях, огромный привет, огромный привет, Настя. Так, вот, праймер или ультрабонт, так, 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 продолжаем собирать конструктор. сейчас, девчат, я, так, вот так, чуть-чуть его сдвину в сторону, продолжаем собирать, теперь здесь, некоторые, берут подушечку для стемпинга, да, мы тоже можем взять с вами, ну, это чтобы так, нацелиться, да, туда, куда мне надо поставить, на самом деле, я как бы могу это руками сделать, вот, видите, там вот она болтается, это название, так, кстати, можно было сюда еще и вниз цветочек прикрепить, а почему бы и нет, а ну-ка, нам же, мы же хотим, преследуем же цель использовать все по максимуму, мы же, да, подняла голову Ирина, вы слушаете, спасибо вам большое, на самом деле, как бы, я уже, да, сказала, просто сделала, а потом посмотрела, ваш, ну, то, что вы написали нам сообщение, не, вы знаете, короче, как бы, когда, если там, вот, подружки делаю ногти, и нужно прикрепить там какой-нибудь слайдер, то, конечно же, это, ну, надо наметиться там куда-то там, да, конечно, беру там подушечку для стемпинга, там, если надо куда-то там наметиться, приметиться, на самом деле, все так, ногтями, знаете, они, ногти как пинцеты, вот, раз, 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 уже привыкла, я даже иногда, знаете, как бы немножко, какой-то, входишь в неудобство, когда особенно в прямом эфире, думаю, надо взять пинцет, надо взять пинцет, надо там это вот так сделать, надо там подушечку для стемпинга поставить рядом, чтобы переносить, вот, и сама переношу слайдеры, а потом вспоминаю о том, что надо было сделать, короче, так, вот как раз таки, да, очень хорошо будет вот снизу, вот это, видите, выглядывает, надо будет обязательно все это дело сейчас до ума довести, так, просушиваем, просушиваем, обязательно, девчат, конечно же, берем пилочку, пилочку, и со стороны свободного краешка, конечно же, у меня тут бафик вот тут такой есть, страшненький под руками, конечно же, обязательно убираем все лишнее, не дай бог там где-то наклеечка торчит, или какой-нибудь слайдер торчит, конечно же, бафиком все убираем, так, все, обрабатываем праймером или ультрабондом, это мы уже говорили, для хорошего сцепления, да, если вот, допустим, мне очень нравится добавлять вот в эти дела во все, каких-то немножко крапушек таких, знаете, оно немножко отвлекает, внимание, и мне кажется, как-то вот объединяет всякие, такие, знаете, как бы разрозненные моменты в дизайне, как будто вот под один стиль какой-то, так, просушиваем, естественно, все это дело, девчат, ну и закрываем топом, хотите, матовым топом, хотите, глянцевым топом, это абсолютно не важно, вот, и как бы можно там, вот у нас есть топ с частичками светоотражающими, можно им покрыть, ведь на самом деле не важно абсолютно, важно, что, как бы вот вы должны оставаться для своих клиентов всегда, ну, интересными, чтобы вы для них были, чтобы вы могли каким-то образом там удивить, правильно, какой-то там вариант дизайна предложить, ведь на самом деле делать это все на всех ногтях абсолютно ни к чему, абсолютно ни к чему, то есть как бы, ну один, ну два пальца, как бы все остальные пальчики могут быть в этот момент были покрыты быть, или, например, тем же розовым цветом, да, либо желтеньким цветом из коллекции, которую мы сегодня с вами вспоминали, что она у нас есть в работе, так, какая-то тут у меня попала штучка-дрючка, не очень удобно, смотрю, из-под телефона выглядываю, все, убрала волосинку, все, перекрыли топом, и, естественно, просушили, просушили, так, значит, я обратно сейчас верну, вот так на экран, может кому-то потребуется, может кому-то понравилось, либо что-то сделает похожее, можно сделать скрин, и как бы, да, взять работу, все, что осталось, обрезки от ваших, наилдрессов, которые вы покупали ранее, да, и замутить с ними тему, так, у вас все классно, спасибо большое, так, значит, а говорят в Москве нют в моде, а-ля натурель, Москва нам не указ, мы и сами с усами, красота, спасибо, очень красиво, а в Ростове дорого-богато, на самом деле, девчат, мне знаете, как-то вот мы сидели тут недавно, у нас было занятие, короче, ну художественная роспись, как всегда базовый курс, как бы девчонки были, и мы разговаривали, что модно, что не модно, и так далее, мне понравилось, у нас девушка одна сидела на занятии, она говорит, вы знаете, я считаю модно то, что мне нравится, вот нету такого, ну типа, а я считаю, что она права в том плане, что вот, я не думаю, что черный френч это модно, абсолютно, мне просто, на самом деле, мне просто очень нравится, вот, мне кажется, как-то вот, я уже говорила неоднократно, что мне кажется, что это мое личное, да, желание, мнение, и мне нравится, что мне кажется, он меня стройнит, вот, значит, мне кажется, что это самый модный дизайн, кому-то нравится, что белый френч всегда, правильно, вот, поэтому, каждому свое, и есть такие клиенты, которые такое попросят, иной раз, даже на голову не натянешь, думаешь, о господи, где ты это видела, где ты это слышала, вообще, что в твоей голове происходит, а иногда ты что-то предлагаешь, а клиент новый смотрит на тебя и думает, о боже, это что такое, поэтому, не знаю, я считаю, что пару планшеток с дизайнами на столе у мастера должно стоять, если мастер может предложить какой-то дизайн, вот, ну, сделать, то есть, когда, чтобы клиент не выдумывал, она приходит, видит планшетки у вас стоят, и выбирает из того, что есть, правильно там, может быть, что это свое придумывает на ходу, в плане там цвета и так далее, если у мастера на столе ничего нету, и она начинает вам что-то там в интернете показывать, да, я считаю, что для мастера на самом деле тяжело, ну, найти, сориентироваться, сделать то, что она показывает вам, вот, поэтому, скажите, что, поэтому, как бы, и вы, ну, как бы, конечно же, услышать, послушать, и ни в коем случае не говорить, это модно или не модно, хочет, сделайте, не хочет, не делайте, правильно же, на вкус и цвет товарищей нет, вот, у нас в Москве дизайны очень любят, нет, а вы знаете, я считаю еще, знаете, какой момент с дизайнами, вот, под каждого мастера подбираются свои клиенты, если мастер может предложить какой-то дизайн, и клиенты приходят и просят этот дизайн, ну, то есть, как бы, спрашивают, если мастер не делает, если мастер делает только однотонное покрытие, да, и клиенты подбираются только такие, которые будут делать только однотонное покрытие, поэтому, тут, знаете, мне кажется, сколько мастеров, клиентов, столько и мнений, Короче, надеюсь, что мы, как всегда, были вам полезны. Ну, по крайней мере, я в это очень хочу верить. Вот. Всем удачи. Несмотря на то, что у нас с вами ноябрь. Всем солнечного ноября. Радуемся каждому дню. Творческих всем успехов. Творческих всем успехов. И побольше денежных клиентов. Всем удачи, девчат. До встречи в следующий четверг. И вам спасибо за ваше внимание. До свидания. Продолжение следует.